В больших городах, вы знаете, у них нет возможности сравнить. Ведь проблема в несчастье человеческом – это способность сравнивать и делать умозаключения. В Америке эту отрезали вещь делать умозаключения, и чтобы не сравнивали, говорят, что это самая лучшая страна, сравнивать не с чем. Поэтому здесь живут счастливые люди. Это называйте как угодно. Мозгопромыванием, изготовлением зомби и так дальше, зомбированием. Но это потрясающая вещь. Если своей задачей считать жить в гармонии, быть счастливым человеком, то американцы этого достигли. Любого человека, бомжа на улице, спроси, как он сегодня дует. И все они дуют хорошо, даже у него там 25 центов нет. И пожелает он тебе хорошего дня, и Господь тебя благослови. И в общем, все такое прочее. И случайно, если у тебя что осталось, он в стаканчик кинь, типа. А если нет, то и окей. Это феномен, да, какой-то своеобразный. Америка такой и не была. Это вот на сегодняшний день она такая. А они много путешествуют. Да, они много путешествуют. Так, как только появились более-менее свободные деньги, или детишки, они просто обязаны путешествовать. Джон, то есть Генри Форд, на своих заводах Форда понял, что надо продавать машины работникам со скидками. Но это тоже не делало рынка бизнеса. Он договорился с Дахини, одним из магнатов в Лос-Анджелесе, когда копали нефть. В Лос-Анджелесе в свое время добывал четвертую часть нефти в мире вообще. Ты нам нефть, не тебе машины. Дело пошло, но тоже не очень. Тогда он впервые... В общем, такие интересные вещи. И вот эта вот идея, узнай родной край, она всегда присутствует. Потому что ведь как получается? Для того, чтобы поехать куда-то, вы должны арендовать машину. 70% дохода Калифорнии от туризма это автомобильная аренда. Потом все остальное. Там, отели, лагеря, паркинги, то есть парки и магазины шоппинг. Сначала это аренда автомобиля. Стольник, грубо говоря, со страховками. Плюс бензин, соответственно. Вечером надо поесть. Это примерно 100 долларов на семью, если сильно ужиматься. И там без особенного алкоголя. 100 долларов стоит номер, допустим. Вот вам съездили вы на три дня уже. И, в общем, поправили бюджет страны положительное управление. Начинаешь подумывать тоже, а что вам не им в ответ вот еще такое сказать. Можете назвать это страна вынужденного рабства. Поэтому здесь, наверное, никто не пьет, потому что завтра на работе. А так всего хочется, и так всего много. Пойду-ка я еще два часика поработаю. В некоторых предприятиях платят за овертайм, за переработку, например. Но не везде. В русских магазинах ничего не платят. Платят там 7 долларов в час наличными. И работаешь сколько скажут. Но когда у тебя есть деньги, их есть куда здесь потратить. Тут такой большой выбор. Страна выбора. Можно... Продолжение следует... Валя! Слепи, да? Давай! Света, можно вовремя? Чи! Света, можно вовремя! Удобно! Пожару! Пожару! Света, подожди! Пожару! Пожару! Пожару, выживай! Света, выживай! Пожару, выживай! Продолжение следует...